Лето, солнце, а главное море – мечта любого отдыхающего. В разгар летних каникул и отпусков городские пляжи буквально заполнены людьми. А вот море может наградить не только приятной прохладой, но и букетом бактерий и вирусов. Энтеровирус – заболевание, передающееся через воду. А вот во внешнюю среду возбудитель попадает с фекалиями и отличается высокой устойчивостью как к холоду, так и к жаре. Для Приморского края, наиболее, так сказать, самый активный период сезонной передачи энтеровирусных инфекций является август месяц. То есть тогда, когда у нас активно люди купаются, купаются в неустановленных местах, там, где установлены аншлаги, где купаться не разрешено, учитывая то, что туда поступают стоки. Подцепить инфекцию проще простого. Как и многие вирусы, она передается воздушно-капельным путем. Но таких случаев, по словам врачей, не так много. Своих жертв вирус поджидает в водоемах. Достаточно лишь случайно заглотить зараженную воду. У нас уже есть подтвержденные случаи энтеровирусной инфекции, поэтому это вот купальщики наши, опять та же пресловутая щитовая. Но людей, похоже, ничего не останавливают. Купаются даже там, где запрещено категорически. Ну, не сказала бы, что это опасно, потому что как акул не замечали ни разу. Я тут все же скупаюсь, ничего не безопасно. Нормально. Я думаю, что опасно. Почему? Потому что думаю, что вода не совсем чистая. 7-10 дней недомоганий и желудочно-кишечных расстройств. Это лучшее развитие событий. Энтеровирусная инфекция может оставить след посерьезнее. Среди осложнений такие заболевания, как менингит и энцефалит. А вылечить их гораздо сложнее. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.